Мы уже узнали, что Бог возлюбил весь мир. Мы уже узнали, что Его любовь к нам безусловна, и она не зависит от наших дел. И теперь мы приходим с вами к следующему вопросу. А как же мне принимать эту Божью любовь для себя лично? Всем привет и добро пожаловать вы на канале Арим. С вами Андреев и Руслан Ирина. Это подкаст «Библия. Читаем вместе». И сейчас мы рассматриваем с вами тему «Как познавать любовь». Сегодня у нас уже четвертый выпуск из этой серии. И цель этих подкастов – сделать все возможное, чтобы вы целенаправленно могли сфокусироваться на базовых местах Писания, открывающие ответы на главные вопросы. Если мы не будем питать себя истинами Божьего Слова о Его любви к нам, то и наша вера в Его любовь к нам, наше доверие Его любви, оно также будет шатким и непостоянным. Поэтому, друзья, мы рекомендуем вам снова и снова прослушивать эти выпуски, прочитывать эти местописания неоднократно, но снова и снова возвращаться к ним, чтобы размышлять, представлять, провозглашать, молиться на основании этих стихов, тем самым позволяя этой истине проникать все глубже и глубже в наше сердце, изменяя наше мышление. Потому что именно тогда, после того, как меняется наше мышление, меняется и наша жизнь, а, соответственно, и результаты нашей жизни. И прежде чем мы перейдем к нашим следующим стихам, давайте кратко помолимся. Драгоценный Святой Дух, мы благодарим Тебя за Твое служение и просим, открывай нам истины Твоего Слова, и пускай истины Твоего Слова станут откровениями внутри нашего сердца. Во имя Иисуса. Аминь. Первое местописание, к которому мы обратимся, 1 Иоанна, 3 глава, с 1 по 2 стихи. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. И несмотря на то, что здесь много важных и замечательных истин, давайте выделим для себя только одну. Смотрите, какую любовь Отец нам дал. Подчеркните и выделите для себя только этот глагол. Отец уже дал нам свою любовь. Почему для нас это важно? Потому что мы с вами должны помнить, что Бог со своей стороны вот какую позицию занимает, вот какое отношение имеет, и Он уже высвободил и подарил нам, что? Свою любовь. Она уже является подарком в наш адрес. И смотри, интересно, как Иоанн делает этот призыв. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. И вот это слово «смотрите» в переводе также означает «видеть», «созерцать», «познавать». То есть в данном случае «смотрите» – это не просто как мимолетная реклама, которую сейчас можно увидеть где угодно, да? Не просто какой-то мимолетный взгляд. Нет. Он говорит, ребята, вам важно начинать буквально созерцать ту любовь, которую Отец имеет к вам. То есть вам важно познавать ее. Другими словами, он говорит, это очень здорово, чтобы мы приняли это решение, начинать фокусироваться на этой любви, рассматривать, узнавать о ней, буквально размышлять, видеть себя в этом, что Бог лично меня возлюбил. И наш сегодня ключевой вопрос – как мы можем принимать Его любовь к себе лично? И ответ заключается в том, что делать мы можем это только верой. Так вот, сам этот процесс веры, он обязательно содержит в себе такие составные, такие глаголы, как рассматривание Божьей любви. То есть буквально созерцание, возвращение снова и снова своего фокуса на этот пункт «Бог любит меня». И Иоанн говорит, ребята, начните рассматривать это. То есть речь идет о том, чтобы постоянно в это возвращаться. То есть буквально позвольте этой истине проникать внутрь вас все глубже и глубже. И смотри, здесь еще есть интересный глагол – называться и быть детьми Божьими. То есть буквально он говорит, начните провозглашать, что вы ребенок Бога. Начните говорить это самим себе прежде всего. Нам не надо выходить на улицу и кричать, я ребенок Божий. Хотя если очень сильно хочется, пожалуйста. Но суть здесь больше о том, чтобы созидать вот этот процесс верой. То есть говорить себе о том, что Бог любит меня, что я его ребенок. И когда мы посмотрим на первую и вторую часть этого стиха, то мы увидим, что нам даровано право смело называться возлюбленными детьми. Почему? Потому что Отец дал свою любовь и назвал нас своими детьми. Значит, я смело могу называться «Я возлюбленное дитё Бога». И это очень похоже на то, как вел себя апостол Иоанн, будучи в служении Иисуса. Он из всех двенадцати учеников смело мог называть себя «Я возлюбленный ученик Господа». Вот почему-то из всех двенадцати Иоанн брал на себя такую смелость и говорил «Я возлюбленный ученик». Почему? Что помогало ему иметь такую смелость, брать и называть себя возлюбленным учеником? Он верил, что Иисус его любит. И он самый любимый ученик. Когда вот здесь тот же Иоанн, но уже старец, пишет этот призыв «Смотрите, любовь нам дана, вы уже дети, а теперь возьмите это всё и осмельтесь встать на это и твёрдо называть себя возлюбленные дети Бога». И смотри, ещё интереснейшая мысль во втором стихе. Он говорит «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». То есть теперь уже, да, мы дети Божьи, но ещё не открылось, что будем. Да, Иоанн здесь пишет о будущих, грядущих событиях, когда мы воскреснем, и у нас будут новые тела и так далее. Но сейчас ещё смотри, здесь есть интересная мысль о том, что с одной стороны мы теперь дети Божьи. То есть это уже факт, это уже свершилось. В духовном мире это уже произошло. Но ещё не открылось. И вот это слово открылось так же ещё, как ещё не явлено. То есть это ещё не проявилось в полноте в нашей жизни. Знаете почему? Да потому что мы ещё с вами не погрузились в эту истину достаточным образом, на качественном уровне, чтобы это могло всё больше и больше проявляться через нас. Потому что когда ребёнок, он возлюблен своими родителями, вы всегда можете видеть это в его поведении, в его отношениях, в его словах, в его взаимоотношениях с родителями. В его одежде, в его подарках, в его настроении. Это всегда будет внешне видно для каждого. То есть буквально его поведение, оно уже показывает, что он возлюблен своими родителями, и главное, он в курсе дела. И это приводит меня к вот этой важной мысли, что Бог желает, чтобы мы погружались в его любовь, узнавали её, рассматривали, называли себя детьми. То есть буквально всё более и более становились уверенными в том, что Бог реально нас любит каждый день, независимо от наших дел, поступков, ошибок и грехов. Он любит нас. И чем больше мы будем познавать это, тем более явно это будет проявляться в ежедневности в нашей жизни. Тем более явно это будет становиться для людей, которые видят нас, слышат нас. То есть, другими словами, получается, это будет свидетельством для них. Более детально на вопрос, в чём же разница между проявлением любви Бога и нашей способностью принимать его любовь, мы поговорим в следующем выпуске. А сейчас давайте перейдём к следующему месту Писания. Тот же апостол Иоанн, только Евангелие. Третья глава, шестнадцатый стих. Да, мы уже были в этом месте, но сегодня мы прочтём с шестнадцатого по восемнадцатый стих. Иоанн говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Итак, из этих трёх стихов нам важно выделить именно характеристику веры. В шестнадцатом стихе написано, да, Бог возлюбил весь мир, но чтобы каждый человек в этом мире не погиб, но получил жизнь вечную, ему нужно поверить в это, дабы всякий верующий, уверовавший в явление Божьей любви, доказанной жертвой Его Сына, именно через веру мог получить вечную жизнь. В восемнадцатом стихе мы также с вами видим эти характеристики. Именно верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал. Итак, трижды Иисус здесь в Евангелии говорит о важности такой составной, как вера. И вы помните, друзья, в предыдущих выпусках мы уже с вами выяснили, что говоря о вере в Него, то есть в Бога, мы говорим о вере в любовь, потому что Бог есть любовь. И так как сегодня мы с вами ищем ответ на вопрос, как нам принимать любовь Бога к себе лично, повторим ещё раз, только через веру. Мы принимаем Божью любовь только верой. Почему? Потому что она уже подарена, но фактор принятия зависит именно от нашего доверия, нашей веры. Посмотрите, даже если у вас самих будет огромное желание кому-то проявить свою любовь, но если вторая сторона будет относиться к вам с опаской и не будет иметь доверия к вам, ваша любовь не будет принята. А если вы захотите её излить, тогда вы уже зайдёте в категорию насилия. А Бог никогда себя не будет таким образом вести. Его любовь не насильна, поэтому она и дарована. Но вопрос принятия зависит только от каждого человека. Как мы принимаем? Мы принимаем верой. И теперь снова давайте вернёмся к 1 Иоанна 4, 16. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём. И здесь тот же Иоанн говорит, мы уже познали любовь, которую имеет к нам Бог, и мы что сделали? Уверовали в неё. Важность уверовать, поверить, что Бог меня любит. То есть говоря о возрастании в познании любви Бога к нам, мы говорим о возрастании в вере, об этом. Поэтому добро пожаловать, друзья! Переслушивайте эти выпуски снова и снова, перечитывайте местописания, рассматривайте их в разных переводах, добро пожаловать обсуждать. Напишите, кстати, нам, что именно вам понравилось в этих стихах. Вы можете это написать либо в комментариях в Ютубе, либо добро пожаловать в чат Байбл в Телеграм, либо в проекте Ювержин. Где бы вы не слушали нас, где бы вы не были с нами в общении, добро пожаловать! И в завершении этого выпуска давайте возьмем наши стихи и попробуем построить свою молитву. Вот как это могло бы звучать на основании 1 Иоанна 4,16. «Господь, я благодарю Тебя за познание Твоей любви, которую Ты уже даровал мне. Я верю в Твою любовь. Я принимаю Твою любовь. Ты есть любовь. Это Твоя природа, это Твоя сущность, и я утверждаю, что я пребываю в Твоей любви, и Ты пребываешь во мне». Во имя Иисуса. Аминь. На основании того же стиха вы можете сделать свое правосглашение веры и сказать, «Я познал любовь, которую умеет ко мне Отец, и я уверовал в нее. Мой Бог есть любовь, и я пребываю в Его любви, и Бог пребывает во мне, и я в Боге». Аминь. Это то, что мы делаем в отношении нас лично. И вы помните, что мы с вами также теперь практикуем молитвы и провозглашение веры в отношении кого-либо из наших родных и близких. И сегодня, например, на основании 1 Иоанна, 3 главы первых двух стихов, она может звучать подобным образом. «Отец, я благодарю Тебя, что Ты дал свою любовь моей маме, моему отцу, моему мужу, ребенку. Я благодарю Тебя, что они познают Твою любовь. Я благодарю Тебя, что они принимают Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем, и поэтому они становятся Твоими детьми. Благодарю Тебя, что они с радостью принимают Твой дар во имя Иисуса. Аминь». А теперь, как может звучать в провозглашение веры в их жизнь на основании этих стихов? «Все мои родные и близкие смотрят, какую любовь Бог дал им. Они ее рассматривают, они называют себя детьми Божьими, и они принимают любовь Бога в свою жизнь. Во имя Иисуса. Аминь». Аминь. Вот таким образом вы можете каждый раз обращаться к этим местам Писания, чтобы использовать их в своей молитве и применять их в своих провозглашениях, как о себе лично, так же и о вашем ближайшем окружении. А на сегодня нам пора заканчивать. Давайте кратко поблагодарим Бога в своей молитве. Мы благодарим Тебя, Отец, за это время, за служение Твоего Духа и за силу Твоего Слова, которое преображает наши сердца и наше мышление. Во имя Иисуса. Аминь. «Мы благодарны каждому из вас, что сегодня вы были с нами. Услышимся в следующем выпуске». И помните, что вы уже возлюблены и благословенны. С миром Божьим! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!